Американские авиабомбы теперь на украинских истребителях. То, над чем более двух лет работали наши инженеры, наконец, свершилось. Авиация ВСУ получила возможность использовать еще один важнейший вид западного вооружения – управляемые авиационные бомбы. Именно эти авиабомбы GBU-39, они разрабатывались как авиабомбы для ведения так называемых городских боев. В результате возможности наших истребителей сегодня стали гораздо шире. На что теперь способны украинские МИГи и СУ? Какие цели россиян смогут уничтожать наши пилоты? И в чем главный плюс американской авиабомбы GBU-39? Об этом сегодня в Арсенале. Главное преимущество, которое нашим воздушным силам дает модернизация отечественных истребителей, говорят аналитики, мы, наконец, сможем полноценно использовать западную военную помощь. Увеличение количества носителей приводит к тому, что способности до количества поражаемых целей, оно возрастает. С одной стороны, с другой стороны, сам по себе МИГ-29 является достаточно маневренным самолетом и по соотношению размеров меньшим, чем тот же СУ-27, поэтому его сложнее выявить. Вот. И он может подкрасться или подлететь более близко к тем целям, которые необходимо поражать. Почему же в основном было решено модернизировать под американские ракеты именно МИГ? Ответ прост. Главной целью процесса было не создание единичного супероружия, а банальная работа с тем, чего у нас больше всего. И расширение на линейку МИГ-29, которых и до начала войны было у Украины больше, кроме того, такие самолеты в Украине дополнительно передавались. Вот. Поэтому адаптация для использования СМИГ-29 фактически расширяет потенциал не только использования самих этих авиабомб, а в том числе и делает более гибкие возможности для их запуска по наземным целям. При этом работа велась не с нуля. GBU-39 стали уже четвертым типом авиационного боеприпаса, интегрированного на советские образцы самолетов. Ранее это проделали с ракетами ХАРМ, управляемыми бомбами GDM и ХАММЕР, не говоря уже о пресловутых Шторм Шэдоу и Скальп. Принцип пандернизации остался прежним. Бортовые системы западных самолетов выводят в отдельный блок в кабину пилота ВСУ, где на дополнительном оборудовании тот может управлять боеприпасом после запуска. Это бомбы западного производства. Там идет та же система управления самим боеприпасом, как, например, и на тех же ракетах АМРАМ, которые ранее в Украине передавались. И их адаптация как раз заключалась в том, что фактически полноценно адаптировать на советскую платформу такие боеприпасы было невозможно. Поэтому был создан эмулятор, который фактически повторяет команды и систему управления того же Ф-16 с помощью планшета. А теперь о самой бомбе. История GBU-39 началась еще в конце 90-х, когда в Пентагоне впервые задумались о необходимости малогабаритных высокоточных бомб. В начале 2000-х компания Boeing занялась разработкой проекта. А в 2006-м американская армия уже получила первые опытные образцы новых бомб. Он имеет существенно меньшую мощность, чем обычные авиабомбы. Но при этом его главной особенностью является достаточно точное поражение тех или иных определенных целей. А это именно то, что необходимо сегодня Украине. В условиях войны, в городских застройках, учитывая тактику россиян расставлять технику за домами, школами и даже на территории атомной электростанции, лучшим решением было бы точечное уничтожение цели без повреждений окружающих объектов. Это, условно говоря, такой скальпель, способный уничтожать точечные, очень дорогие цели. Например, это могут быть ангары с самолетами для уничтожения конкретно взятого самолета. Это может быть командный центр или пункт управления полетами, который может быть одной авиабомбой фактически полностью уничтожен. Это могут быть, в том числе, например, пусковые системы противовоздушной обороны, это может быть системы РЭБ, радиоэлектронной разведки. При этом, учитывая задачи, которые стоят перед использованием GBU-39, главным приоритетом остается меткость, которая у этих авиабомб, несомненно, на высоте. Точность попадания составляет, как правило, порядка от 1 до 8 метров. Если говорить о более современных модификациях бомб второго поколения, то там точность около 1 метра. Если говорить о более старых модификациях, то там, как правило, точность лежит в границах от 5 до 8 метров. Справедливости ради стоит заметить, что их меткость может страдать в зонах применения вражеских РЭБ. GPS-система, которая используется для донаведения на цель, не всегда корректно работает в условиях помех. Однако для этого генштабам уже наработаны как тактические решения, так и созданы отдельные типы авиабомб GBU-39. Второе поколение бомб, это более современное. Оно в дополнение к существующим системам GPS использует также и инфракрасное активное радарное самонаведение, что позволяет как раз преодолевать те зоны, например, где действуют помехи, и также сохранять свою высокую точность. Разрушительная сила у этих авиабомб, несмотря на размеры, внушительная. Во-первых, благодаря особой боевой части. Кроме того, что там стоит около 100 килограмм взрывчатого вещества, там используется как раз достаточно эффективное взрывчатое вещество, которое по своей как раз вот эквиваленту, оно является намного мощнее, чем там обычная тортила или какие-то другие виды боеприпасов. А во-вторых, способ применения и траектория полета максимально увеличивают боевую мощь, казалось бы, небольшого боеприпаса. Сама авиабомба, она фактически летит по самолетному типу, и уже непосредственно при заходе на цель, она использует так называемую уже баллистическую траекторию, когда удар по цели осуществляется фактически сверху. Таким образом получается максимальная проникающая сила, вот, и эта бомба за счет вот такого вот именно захода на удар способна пробивать там до 90 сантиметров железобетона. Кроме того, стоит отметить, что вражеские системы ПВО бессильны перед этими авиабомбами. Скорость полета и финальная траектория захода на цель гарантирует практически стопроцентное ее уничтожение. Их дальность поражения составляет порядка 110 километров с момента пуска. Это полет на сверхзвуковой скорости, это порядка двух махов, что делают эти боеприпасы, с одной стороны, достаточно быстрыми, второе важное составляющее, их маленькие размеры и наличие крыльев, с одной стороны, делают их большую дальность полета, при этом их достаточно сложно выявить, вот, и перед самим заходом уже на удар они летят на достаточно небольшой высоте, там порядка до двух тысяч метров, вот, что делает практически невозможным перехват таких боеприпасов. И напоследок стоит отметить еще один несомненный плюс GBU-39. Благодаря стоимости этой бомбы и ее количестве на складах НАТО, очевидны поставки будут достаточно многочисленные. Уменьшение необходимых дополнительных разных элементов управления фактически делает его более дешевым, чем классические, так называемые, неуправляемые авиабомбы. Стоимость одного такой авиабомбы составляет порядка 70 тысяч долларов, что в мерках именно авиационных боеприпасов является очень и очень бюджетным. По мнению аналитиков, именно использование GBU-39 на Харьковском направлении позволило задействовать наши истребители как летающую артиллерию, эффективно уничтожая врага, и остановить продвижение оккупантов в считанные недели. Теперь же, особенно после снятия запретов ударов по России, в достаточном количестве эти бомбы могут стать важнейшим фактором успеха ВСУ и на других направлениях фронта. Если мы говорим о передаче нескольких тысяч таких боеприпасов и как минимум постоянное их пополнение, в том числе со снятием любых запретов на использование по любым объектам на территорию СССР, Федерации, тогда мы увидим, что эти боеприпасы могут быть очень и очень эффективными, они могут уничтожать ключевые узловые объекты военной инфраструктуры, это пункты связи, это пункты координации, командные центры, фактически не уничтожая целое здание, при этом уничтожая, в основном, командный состав Российской Федерации. Понравилось видео? Тогда обязательно ставь ему лайк и подписывайся на наш канал. Еще больше интересных фактов об оружии и современных технологиях на фронте смотри уже в следующих выпусках Арсенала. Субтитры создавал DimaTorzok